Великобритания 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 Вашти — это намек на тело человека. Ницарара побеждает, он ведет тело на правильную дорогу. И приходит человеку время умирать. Это когда Мелех, царь Всевышний, зовет Вашти, он зовет ее прийти к нему. Бекетер Манхут с короной на голове, то есть корона это обозначает Тору. Тело, которое было дано человеку, оно было дано, чтобы он его светил путем Торы. Всевышний зовет тело, чтобы тело вернулось. Но грешник, даже когда в последние свои минуты он не хочет выполнять волю Всевышнего, он поворачивает затылок Всевышнего и тем самым Всевышний гневается. После этого душа возвращается в новое тело. Это уже Мордыха и Истер. И что, что происходит после этого. То, что мы хотели разобрать, это как определяется Истерара. Как мы сказали, надо опознать врага, чтобы уметь с ним воевать. Есть Велинский галонг, так и в Мишле сказано. Есть Птаим, Латетли Птаим Урма. Мишлей для чего написано? Дать тем людям, которые не разбираются, понять дороги. Урма это мудрость, которая понимает хитрость. Понять хитрость, Истерара, это для этого написано Мишлей. Для нас мы должны, чтобы воевать с Истераром, должны понять его дороги. И поэтому мы начали разбирать Ахашвирош, это Истерара, то, что сказано по отношению к Ахашвирошу. Ваибиме Ахашвирош, Ахашвирош, почему Истерара называется Ахашвирош, Ахлирош, это приближенный к голове, и все плохое, оно в самом начале. Мы вначале видим клепа, вначале это кожура, только потом, если мы углубимся, там внутри мы найдем что-то хорошее. Так и множество людей, большинство людей снаружи, это их шкура, это их клепа. Но мы часто видим каких-то злодеев, но немножко покопаться внутри, у многих людей мы сможем найти какую-то хорошую точку. Если мы захотим действительно снять всю эту кожуру, то надо всегда найти эту хорошую точку. Ахашвирош, Ахлирош, это Истерара. Ваибиме Ахашвирош, Гу Ахашвироша мулех, мигоду откуш. Вся жизнь, мигоду откуш, когда человек рождается, все перед ним его хвалят, все радуются ему, мигоду откуш, до самой смерти. И эта сила Истерара дана, чтобы он владел, властвовал над человеком, мигоду откуш. Мя Истерима Шевамадина, как мы сказали, Шеве Истерима Мя Ахашвироша мулех, 127 государств, каждое государство имеется в виду год жизни человека. У Истерара каждый год меняется направление Истерара, каждый год какие-то другие трудности, с чем-то другим надо стоять напротив чего-то другого. И Шева 7 лет первых, до того, как человек уже начинает систематически обучать Тору, потом 20 лет, потом уже все 100 лет у Истерара есть сила править над человеком. В те времена, когда Мелех Ахашвирош воссел на свой трон, тогда он сделал пир, пиршество всем его приближенным. Хель Парасумадан. Так мы упомянули, что же это за трон. Этот трон состоял четыре ноги Истерара. Четыре ноги трона Истерара это четыре вида людей, которые никогда Всевышний с ними не контактирует. Это Гематрия Хашмаль, Ханефим, подлизы, Шин Шакраним, Вруны, Мем, это Месопрела Шонара, те люди, которые о других любят говорить плохие вещи. И Ламет, Лей Цаним, надсмешники. Это четыре ноги. Самокиса, сам трон. Это Гава, гордость. А кто сидит на этом троне, это сам Истерара, это Таава. Любовь, постоянный бег за удовольствием. Это на чем сидит Истерара. И кому он делает это пиршество? Как приводит Вилинский Гоун в Зоре сказано, две дочери Лота. Это две стадии Истерара. Вначале приходит одна стадия, плохие мысли. Его приводят Нишкива и Мафину. Давай соединимся с Истерара. И потом вторая стадия. На следующую ночь продолжается это Истерара. Как же разделяются эти два типа? Это Парас и Мадай. Парас, это от слова половинка. Вначале это Мит-Аве. Человеку хочется, ему кажется, что у него есть только половинка. Он всегда представляет себе другую половинку. Когда он этого уже достиг, он понимает, что это не настолько у него важно. Так приходит время Мадай. Насчет Мадай, говорит пророк Ишаяу, они не хотят ни золота, ни серебра. То есть, человек уже понимает, что нет в этом смысла, нет в этом большого удовольствия в том, что он достиг. Так, казалось бы, оставь. Нет, это уже приходит вторая стадия, которая ему направляет искать какие-то другие вещи, что-то другое. Он уже не может отступиться от Истерара. Он уже привык. Это то, что Ахашвиро сделал пиршество. Каждому он дал свое вино, как Раши говорит, то вино, к которому человек привык. Человек уже привыкает к чему-либо. Он уже понимает, что это глупости, что в этом нет настоящего удовольствия. Но он не может уже оставить. Он ищет дальше и дальше. И так вся жизнь его проходит. Я на сегодняшнем уроке хотел бы вместе с вами задуматься над тем, что Вильгинский Гаон говорит насчет трона. Трон состоит из четырех ножек, как мы сказали. Ханефим, Хашмаль, Ханефим, Шекраним, Исапрелла Шонара и Лейцаним. Сам трон – это Гава, гордость. И кто сидит на этом троне – это Тава. Давайте поймем, что эти понятия имеются, что они нам говорят. Что это за ножки, что это за трон, что это за сам Ецарара. Я думаю, что понятие такое. Та точка, из которой все идет, это не спокойствие, не радость к тому, что у меня есть. Это, как мы видим, параз, половина. А самеах бахилко, кто действительно богатый, тот, кто рад тому, что у него есть. Говорят мудрецы, когда мы кушаем какое-то мясо, какие два критерия должны быть, чтобы это животное, мясо, которого мы кушаем, чтобы оно было кошерное. Есть два критерия. То есть, чтобы у него копыта были разделены, и мафрис парса, чтобы то, что он ел, это у него поднималось, это называется, она живет жвачку. Малегера – это живет жвачку. Это два вещи, которые должны быть. В чем, каждая вещь, которую нам нельзя есть, она имеет какие-то духовные прообразы. Что-то намекает нам на что-то духовное. Какая проблема в этих двух вещах? Малегера и мафрис парса, то, что они разделенные копыта, это имеется в виду, что это животное, оно жестокое. Все те животные, которых нам можно есть, они не кушают других животных. Они кушают травоядные. Это мафрис парса. Есть еще одна проблема. Малегера. То, что, как и корова, да, корова съест, она уже не идет искать еще что-либо. Она садится, и этот процесс, что у нее выходит в рот, она снова жует, и снова возвращается в рот, снова глотает. И это несколько раз проходит. Это нам показывает о самаях бихрилкох. Человек радуется тому, что у него есть. Он с этим, все, ему достаточно. Он не идет искать что-либо, чего-либо нового. Так что, в чем большая проблема? Делать какие-то нехорошие действия, либо не жевать жвачку. Говорит Гемора, Гдула, Цепурнам, Шелиришуни. Проблема, которая была во времена первого храма, то, что они делали, как говорит Гемора, три самых больших греха. Это лучше, чем креса, чем, да, живот. Проблема, то, что они не жевают жвачку, уахаруни, которые не полагались не Всевышнего, не были рады тому, что у них есть. Это Хельбара, Хасумадай. Это внешнее, это внутреннее. Да. Что? Это внешнее, это внутреннее. Проблема, это тоже одна из вещей, которые разделяют между ними. Внешняя болезнь, она гораздо легче, ее видно. Она не влияет на все тело, ее можно легко излечить, как вы правильно заметили. Внутренняя болезнь, в сердце, допустим, Хасвахалила, если болит у кого-то, это незаметно, его не сразу можно определить, в чем проблема, это влияет на на все тело, и очень тяжело подойти к этому, чтобы это излечить. Это то, что сидит на троне. Тава. А что же сам трон? Как это выражается, на чем это сидит? Это Гава. Гордость. Что такое гордость? Гордость, это не то, что человек знает свои достоинства. Наоборот, каждый хороший еврей должен знать свои достоинства. Как сказал Саба Микелем, если я не ошибаюсь, человек, который не знает своих недостатков, он не знает, что надо исправлять. Но человек, который не знает своих достоинств, он не знает, какие у него есть орудия труда, какие инструменты у него есть, чтобы исправить то, что надо исправлять. И так у нас выходит, что есть два, что тот человек, у которого, который знает о своих достоинствах, это хороший человек. А в чем, что же такое гордость? Это когда человек, пользуясь, думая о своих достоинствах, он всех принижает. Я выше всех. Лиман, Лебилки, Иарум, Ливаво, Мяль, Ихаб. Тура говорит по отношению к царю. Почему ему нужно две сефертура, чтобы его сердце не поднялось над своими братьями? Надо почитать всех, которые стоят вокруг меня. И на что же это все упирается? На четыре ноги. Что это за четыре ноги? Если мы задумаемся, то все четыре вещи, которые мы перечли, все эти четыре вещи, у них есть общий знаменатель. это несерьезное отношение к окружению. Подхалимы, которые не ведут себя подобающим образом, да, с работодателем, с тем, от кого они зависят. Они ему говорят те вещи, которые тот человек не должен был слышать, не ведут себя серьезно по отношению к окружающему. Неправдиво, и это имеет в виду, что они не видят в серьезном свете, в правильном свете все, что их окружает. Это подхалимы. Второе, это шакраним, вруны. Третье, это месапрэйла шонара. Те люди, которые любят сидеть и говорить о плохих чертах у своих товарищей, у других каких-то людей. То есть, снова, они не относятся с почетом к другим людям. Для них это что-то такое, о чем можно спокойно говорить, какие-то плохие вещи, и лейтся ним. Те люди, которые надсмешники. Те люди, которые любят надсмеиваться над другими. Я думаю, что я хочу привести то, что говорит Рамхаль в книге Мсилаты Шарим по отношению к лейтся ним, к надсмешникам. И поскольку у всех этих четырех видов людей есть общий знаменатель, я думаю, что то, что Мсилаты Шарим говорит по отношению к надсмешникам, это нам поможет понять проблему всех. Когда Мсилаты Шарим говорит о том, что прежде всего, когда человек хочет работать Всевышнему как надо, продвигаться, что нужно первое качество, которое у него было бы, загерут. Как сказано в Геморием, Сахатава Дазара, Тора, мы вяли дезерут, загерут, дезеризуют и так далее, пока мы не доходим до Руаха Кодыша. Но после Торы сразу следует загерут, это остережение. Человек, который не смотрит, не обращает внимание, что происходит вокруг него, как жить, это уподобляет Мсилаты Шарим, слепому человеку, идущему на побережье реки. Ашер Ахатсалат и Саканатокру Вами Ацалаток. Его опасность, она гораздо более великая, чем его спасение. Такой человек, он сам себя ослепляет, не видя, что происходит. Весь мир, он наполнен опасностью. Для этого это Олам, Олам от слова Гейлем, от слова и затемнение, скрытие, да, хоших, альпнейдхом, хоших, это говорят мудрецы, темнота, это этот мир, уламазы. Человек, который не идет, задумываясь по этому миру, это как слепой, идущий по берегу какой-то глубокой реки. мудрецы, 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 жена, и какие-то надо еще футбол смотреть, у него не остается времени. Задумайся, куда ты идешь, для чего, что ты делаешь. Как сказано в Месехе, это вот, и перед кем ты, в конце концов, должен будешь дать отчет. Мяин бата, откуда ты пришел, митипасруха, из капли, которая, вонючей капли, куда ты идешь, в место, где в прах, да? перед кем ты должен будешь дать отчет, перед всевышним, перед царем всех царей. Спрашивает Равдан Сегаль, почему эта мечта, она слишком длинная, мудрецы всегда коротко говорят, почему есть первая часть, дали в Мяин бата, знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем ты должен будешь дать отчет, после этого снова, откуда ты пришел, от митипасруха, куда ты идешь, в прах, и так далее. Надо было сразу начать с этого, знай, откуда ты пришел, из вонючей капли, куда ты идешь, в прах, и перед кем ты будешь давать суд, перед царем всех царей. Говорит Равдан Сегаль, что мечта нас пришла научить, что даже если бы человек просто задумался, откуда то он пришел, даже если он не будет знать, что он пришел из вонючей капли. Да, мяйн, бата, откуда ты пришел, куда-то ты идешь, даже не вправ, но куда-то ты идешь, ты должен будешь перед кем-то давать отчет, это уже должно на нас повлиять. Человек не задумывается над тем, что происходит, что это на него влияет, да, это как слепой. Так, первая вещь, Тирдау ламит, то, что его вещи, которым, которым не дают задуматься. Вторая, вторая вещь, это хеврара, плохие друзья, плохое окружение, и третья вещь, это лацион, то, что человек надсмеивается надо всем, не принимает серьезно, говорит Месиладо Шерем, это хуже всего, из этого выйти почти невозможно. Он уподобляет лацион, то, что человек надсмеивается над всем, он уподобляет это, как будто щит, который намазан маслом. Все стрелы, которые, какие бы хорошие стрелы не были, они бы врезались в сердца других людей, у этого человека все отстраняет этот щит. Теперь мы поймем, в чем проблема всех этих людей, поскольку они несерьезны, они неправдиво относятся к тому, что происходит, к тому, что их окружает, это то, что им дает, это эти ножки трона, что такое ножки трона, это то, на чем все держится, то, что дает возможность принимать, то, что соединяет между троном и землей, между стулом и землей, это то, что дает возможность человеку оставаться гордым со своим стремлением к удовольствием со своей тавой. Как же воевать с этим? На это мы приведем комментарий Виленского Гаона Альдерах Пшат на простой, по простому понятию, на простой ступеньке. Вейбиме Ахашвирош У Ахашвирош Амулех Меоду Аткуш. Почему тут говорится У Ахашвирош Амулех Меоду Аткуш? Зачем надо это добавлять? Был еще один Ахашвирош. Отец Тарьявеша. Этот Ахашвирош, он еще не был царем над всем миром. Поэтому когда упоминается наш Ахашвирош надо сказать какой Ахашвирош Амулех Меоду Аткуш. 27 и Меа Амдина Байямим Амки Шевет Амелех Ахашвирош Алькес Молхот Ашер Бешушан Абира Бешна Трош Лемолхо Асэ Миштэ Лихоль Сара Ва Абада Вхел Парас Умадай Партамин Почему он решил именно на третий год сделать такое пиршество что произошло в третий год говорит Виленский Гаон и так сказано в Таргумшине что у Шламу Амелех был трон огромнейший покрытый золотом были всякие из золота сделаны прообразы всяких животных вокруг этого трона Невухадносор когда победил Иерусалим он взял себе этот трон он хотел на него подняться пришел пришел лев дал и его ударил и с тех пор Невухадносор целую жизнь всю свою жизнь хромал что такое трон трон он нам показывает царство силу царства поэтому так важно чтобы трон был красивый приходит Ахашпирош как мудрецы говорят он царствовал над всем миром и он делает он хочет такой же трон но трон Соломона его не снова не хочет снова тоже хромать так что он делает он решил сам сделать такой же трон где есть очень способные работники в государстве Эйлам столица которого это Суса Шушан там он делает себе новый трон и после того как три года они работали над этим троном после того как трон был построен поэтому на третий год он делает пиршество в честь этого трона но трон такой огромный его невозможно перевести в Вавилон до тех пор все цари даже несмотря на то что они были персидские цари они где они были они были в Вавилоне Вавилон это огромнейший огромнейший город был если мы посмотрим в в книгах истории то мы увидим что это может быть самый большой в мире когда 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 либо город который был там сидели все даже персидские цари со всеми своими министрами и берет теперь невозможно там сидеть надо переезжать в Сусу теперь трон там так он делает где в начале весь этот пир 180 дней где этот пир происходит в Вавилоне после того как для всех все сарим все министры где сидели в Вавилоне после того как сделано пиршество для всех для всех вавилонских знаменитостей он переезжает в Шушан в Сусу и там для всего народа которые находились в Сусе почему подчеркивается находились потому что он приехал туда они находились для всех тех людей которые там находились он делает пиршество 7 дней что после этого сказано ищи иудея аябе Шушан абира ушмо мордыхай бен яир бен шими бен киш ищи мини был человек по имени мордыхай в Сусе в Шушан абира в столице Суса это лишнее предложение Тора обычно не объясняет нам кто был начинает сразу заговорит у него была девочка которая при смерти ее родителей он к себе взял что это за предложение для чего нам нужно это предложение говорит Вилинский Гаон поскольку надо было чтобы мордыхай спас всех евреев у нас есть две возможности либо привести мордыхая в Вавилон либо привести привести Вавилон привести Ахашвироша в Сусу что делается берется Ахашвирош и он приводится в Сусу и говорит Вилинский Гаон без рада шем в следующем уроке мы гораздо мы постараемся сделать это более наглядно привести то притчу которую Вилинский Гаон этим объясняет но я только скажу вкратце весь вся наш Мгилат Эстер как говорят мудрецы Эстер где есть намек в Торе на Эстер Я скрою свое лицо Эстер это слово скрытие вся Мгилат Эстер нет ни одного места где упоминается имя Всевышнего но с другой стороны каждое место где написано Мелех просто это Всевышний скрыто если мы посмотрим вся Мгилат Эстер это рука Всевышнего нету тут никаких явных чудес но вся Мгилат Эстер это все чудеса увидите эти чудеса мы видим делает трон он себе строит трон какие-то пирши что-то происходит но все это рука Всевышнего для того чтобы это увидеть на это надо обратить внимание это никак другие чудеса я думаю что это можно поставить поставить напротив того что мы упомянули если человек не серьезно относится к тому что его окружает то он не сможет продолжаться с духовной точки зрения а что же надо и он не сможет понять все Мгилат Эстер ничего он тут не поймет а человек который серьезно относится к тому что происходит он внимание свое акцентирует на все на каждом моменте такой человек поймет Мгилат Эстер и такой человек сможет продвигаться с духовной точки зрения спасибо на коже